Всем добрый день! Прошло всего лишь несколько дней и в рассаде видны значительные изменения. Во-первых, у нас передали заморозки, вот сегодня 23 марта и ночью было минус 2, даже там в какой-то период до минус 3. Было, поэтому я не рискнул свои томаты, которые хотел садить под мини-тепличку, под пленку. Я их оставил в комнате, так как в ящичке они были переросшие. Я их все-таки рассадил. Вот тут перец, что я показывал, который глушили с одной стороны баклажаны, с другой помидоры. Вот смотрите, перец я распикировал в отдельный ящичек. Так как его тут чуть-чуть, вон еще есть немножко комнатных томатов. Это новый сорт, шоколадные пальчики. три семечки посеял для раннего урожая. А дальше это комнатный. Ночью было минус 3, а сегодня солнышко сейчас, сейчас даже скажу вам, тут термовитры у меня на улице есть. Сейчас у нас всего лишь 5 градусов. Так, вернемся к рассаде. Вот это перчик, это посеянный в первых числах февраля. Вот еще есть перчик, это попозже, где-то 10-12, точно не записывал даты, был посеян. Пробежимся сейчас по рассаде. Вот, смотрите, сейчас огурчики есть, это баклажанчики уже взошли хорошо. Ну вот один сорт, скажу, какой-то же мраморный восторг не взошел, это новый. Все остальные, видите, классно взошли. Хотя, упаковку вчера взял, посмотрел, срок годности написано до 23-го года, но все равно не взошли. И как на упаковке написано срок до 23-го, то есть хороший. Теперь дальше, это перчик. Вот тоже мегатон красный не взошел. Вот, смотрите, черная ножка. Покажу вам по близости. Это черная ножка. Пропала одна перчинка, она всыхает над почвой. Мы ее уберем и сейчас вольем органцовочкой. Слабенький растворчик, чтобы еле розовая была водичка. Буду поливать. Почему черная ножка? Потому что похолодало, соответственно, от окна, это от подоконника холодно. Хоть там и батарея под низом, все равно холодно. Вот, смотрите, каменный цветок. Кстати, покажу вам. Вон там лежит Эльза, наша кавказская овчарка. Там у нее вольер большой. Там она очень много разрезала всяких вещей. Там и шифер грызет. Надо будет ее там убирать. Плюс вот она прыгает, окно вымазала лапами. Вчера был дождь, потом вечером пошел снежок. Она постоянно прыгает и вымазывает окна. Поэтому собака такая активная. активная. Вот мои огурчики. Посмотрите, цветут. Это шоша от партнера и солтис. Вот, смотрите, завязывает без пропусков. Вот, видите, еще огурчик. тот же самый и этот солтис без пропусков. В каждом узлу завязывает по огурчику. Вот, самый верх, смотрите, видите, везде все есть. Я вот такую небольшую опорку им поставил. И они теперь у нас на опоре подкрасаны. Вот баклажанчики распикировал. Это тут тоже сходят перчики. Вот томаты, которые были в ящике. Я вот такие стаканы. Вот такие кусочки распикировал. Вот еще огурчики ждут тоже под пленку пора уже выдула их. Несмотря на то, что тут свет, все равно их дует. Кто только полил, еще водичка стоит. И вот, которые были сразу в стаканчике, не в ящичке расселения, значительно отстают в росте. Те, что были вот так в ящике и в стаканчиках. Вот они пересажены, смотрите, и эти. Так что могу сделать вывод, что вот так в стаканчиках лучше не сажать. Лучше, когда вот так в ящичке рассада. Потому что, как видите, она сильно отстает. Даже нижние листья им не хватает. Скорее всего, в стаканчике она пересыхает, потому что влага быстро уходит. Так и поровывается, и корень забирает. А здесь запас влаги побольше. И для корня у нас тоже пространство побольше. Он может полезть туда, куда надо. Тут ограничивается, скручивается. Поэтому лучше выращивать просто такой вот ящичек, не стаканом. Это просто я уже в стаканчике пересадил, потому что буду под пленку сразу. А вот если за рассаду еще долго расти, в ящичке. Вот я огурчики рассадил. Их тоже надо, чтобы не повредить корень. Потом разрежу и вытяну аккуратно. останется до бинго от партнера. Один останется в комнате расти. В этом прям горшочке. Горшочек небольшой, наверное, на 5 литров. И будет достаточно. Вот такая у нас рассада на 23 марта. базилик, там петунии есть. Ну что я хочу сказать. Буду пока что посею автоматов и перцев вторую волну, которую планировал на 20 марта, я отложил, потому что холодно у нас. Буду сегодня только 23 марта замачивать и завтра 24 буду сеять. Это будет немного, только редкие сорта, которых наличие от 5 до 10 семян, там по 15 семян, которые я побоюсь посадить под пленку, лучше посажу в ящички, не будут тут расти в комнате. А основную массу это до 300 сортов помидор буду садить после 1 апреля под пленку парник, как и каждый год. В общем, мне нету смысла, как я уже говорил, возиться. Надо все окна в доме заставить, делать очень большие стеллажи, подсвечивать, это все расход, лишнее время. Вот для раннего вырожая чуть-чуть есть, этого достаточно, чтобы на месяц раньше, чем с парника рассада скушать помидорчик, огурчик вот есть чуть-чуть для раннего вырожая, перчик, баклажанчик, всего этого достаточно. Так же самые перцы, эти будут созревать, тут несколько сортов я посеял, еще в начале десятых числах марта. Это так, тоже для вырожая пораньше. Перец тоже будут баклажаны сеять под пленку после 1 апреля, этого рассада вырастет, после 10 мая ее пересаживать, будет нормально все успеет созреть. Так больше, тем более этот перчик раньше подоносит, а тут будет позже и будет время, чтобы собирать семена, а то они в один день все созреет и кричи караул, надо собирать семена, надо убирать плоды. Так что вот так рассада растет, надеемся, что потеплеет в ближайшие дни. Будем замачивать семена сегодня, потом покажу видео, как я замачиваю семена и как вот такие стаканчики сею помидоры, перец примерно такая же технология, та же глубина посева, такое же расстояние, да, еще скажу, что вот эти перчики баклажанчики, наверное, все же я хотел их оставить уже в вершечке, чтобы они росли, но наверное их все-таки распикирую, буду смотреть, как они стартанут дальше расти, буду распикировать их, потому что есть пропуски, вот видите, тут не взошел, мегатон не взошел, этот сорт тоже очень редко взошел, это не мои семена, это все покупные, которые я брал новинки, мои семена, я в своих семенах уверен, сойдут сто процентов, потому что все вручную выбираем, хотя тут тоже это же самые баклажанчики, мегатон, семена красивые, пухленькие, на вид живые, хорошие, но не взошли, причину не знаю, то ли старые семена написали в строковности хорошие, фирмы проверенные, например, от уральского дачника, это хорошая фирма, у них всегда свежие хорошие семена, вот их ниже тоже рядом взошли, а этот не взошел, в чем причина, не знаю, так что спасибо за просмотр, кому понравилось видео, ставьте лайк, самое что радует, это огурчики цветут, надеюсь, что скоро несколько дней мы будем с огурцами в комнате, цветут, я их не надо, ну, можно так по вообще, этого не надо делать, я делаю на всякий случай, а Эльза отдыхает, спит, на солнышке, греется, сейчас пойду у нее там убирать, шифер она кидала, бутылок, играется, ей скучно там самой, мы кинули бутылки, а шифер-то был старый, она его вытянула с кучи, и разбросала, и разгрезла, всем пока, его, Продолжение следует...